Биткоин против политической власти Я стал вести свой подкаст, у нас почти 65 миллионов скачиваний Я был на телевидении, выступаю по всему миру И примерно с 2011 года я продвигаю биткоин Итак, давайте посмотрим, мне просто интересно, у кого есть биткоины? Не при себе, просто интересно, сколько нас таких Хорошо, отлично, отлично, молодцы А скольких из вас интересуют биткоины? Нет, я сейчас не буду их дарить, но... Что ж, хорошо Я собираюсь доказать важность биткоина Да, биткоин — это супертехнология, гениальный код Общественная учетная книга транзитов капитала Информации, авторских прав, сделок, завещаний Почти все, что угодно можно реализовать в рамках архитектуры биткоин Поэтому это одно из величайших изобретений, я думаю, в истории человечества Это громкое заявление, но я надеюсь, сумею его доказать Одна из его способностей ограничить кажущийся бесконечным рост политической власти Которая буквально пожирает мир Пожирает будущие поколения Необеспеченные обязательства американского правительства Оцениваются в более чем 100 триллионов долларов Это при ВВП в 15 триллионов Их невозможно оплатить Даже здесь, в Нидерландах Необеспеченные обязательства, социальные пособия, пенсии Все, что власть обещала выплатить При отсутствии на эти цели денег Составляют 522% ВВП Это нехорошо Это совсем нехорошо И вышло так неспроста Так получилось, потому что правительства могут напечатать Сколько угодно денег Такой у них бизнес-план У меня есть счет в банке Есть клавиатура Сейчас навожу цифр Смотрите, все, я гений бизнеса Вот чем они занимаются И этим они лишают власти людей Буквально вчера Принстон и Северо-Западный университет Опубликовали исследование Которое доказывает одну мысль Которую мы, я думаю, понимаем интуитивно Они провели исследование в Америке Его тема Какие у американцев политические взгляды Или предпочтения И что делает правительство Блескали связь между ними Отнюдь Чуть дальше, дальше и дальше Это, знаете, было похоже на рассказ мужика Какую рыбу он поймал в Нарнии Разрыв был колоссальным Итак, бизнес-интересы Финансовые интересы Вот к ним правительство прислушивалось А к народу — нет Это олигополия Это плутократия, мы все это понимаем И я хочу показать, что такую власть правительству дает фиатная валюта А конец ей может положить биткоин Как и ряду других явлений, между прочим 2500 лет назад Аристотель, башковитый мужик Определил, что у денег есть четыре Свойства Они должны быть мобильными Не как свинцовая монета, верно? Точно нет Они должны быть долговечными Не таять, не терять свою ценность Они должны быть делимыми Раздробить, собрать их вместе И у них должна быть неотъемлемая ценность И это самое главное Их неотъемлемая ценность Была в ограниченности Ограниченность Я уверен, что все вы знаете, что раньше исполняло роль денег Чистое золото Вот именно Не только классная передача Но и отличная основа для валюты Конечно, никто младше 40 лет не понял эту шутку Ну ладно, не важно Итак У золота есть все эти свойства Оно долговечное Его можно порезать Оно хранит свою ценность Его можно переотлить И у него есть неотъемлемая ценность Потому что люди его любят Оно блестящее, красивое и так далее Биткоин долговечен Он цифровой Биткоин делим Будет 21 миллион биткоинов Каждый можно разделить на части На 100 миллионов сатоши По-моему, столько же центов в мировой экономике Так что деньги внезапно не закончатся И он ограничен Я понимаю, что это звучит как абстрактная Может даже занудная интеллектуальная экономическая абстракция Но ограничение денег Если ограничить деньги Можно ограничить политическую власть У нас работают правительства Мы уверены, что они нужны Но их считают отличными слугами и ужасными хозяевами Мы создаем их ради гарантии, ради защиты Ради разрешения споров с помощью судебной системы А затем они берутся делать все на свете Вылезают в огромные долги Развязывают войны Продают будущее поколение иностранным плутократам И мы уже не управляем правительством Когда это нужно Мы пытаемся голосовать Пытаемся проводить митинги Пытаемся проявлять активизм Но властный зверь Не управляем А кто знает, сколько демонстрантов акции «Захвати Уолл-стрит» Посадили в тюрьму? Кто знает? Примерно 2500 А банкиры США, если не учитывать расходы Которые были направлены на частичную компенсацию нанесенного ущерба По некоторым оценкам уничтожили около 40% богатства 40% богатства Америки, богатейшей страны Уничтожила финансовая олигополия Которая средь бела дня нарушала законы много-много раз А кто знает, сколько банкиров посадили в тюрьму? Да, шиш с маслом, дырка от бублика Нуль Помните, Мита Ромни, корпорации — это люди, друг мой Нет! Людей сажают в тюрьму! Корпорации в тюрьму не садят Потому что они платят властям Барак Обама получил больше денег из финансового сектора Чем любой другой политический кандидат в истории А в обмен он спасает корпорации от банкротства А банки, которые заработали сотни миллионов долларов, обманывая клиентов Продавая им Финансовые инструменты, против которых они изначально выступали Ну, им делают но-но-но пальчиком Штрафы, которые оплачивают клиенты в виде повышенных тарифов А банки ничего не платят Этот зверь не управляем В девятнадцатом веке Мы, кстати, привыкли к инфляции Она тут сумасшедшая Я приехал в Амстердам Жена сказала, что всю неделю будет дождь Оказалось очень солнечно А я не хотел себе багровую плешь Поэтому пошел купил крем от загара 30 долларов, где-то 20 евро за крем от загара Я думал, он из золота и превратит меня в C3PO или типа того Нифига себе цены Когда я приехал в Канаду В 1977 году шоколадка стоила 10 центов Спустя 10-12 лет она стоила доллар Мы привыкли к инфляции В девятнадцатом веке Когда основной валютой было золото Цены снижались Нет, вы представьте Вам не кажется, что личные деньги испаряются? Как будто оставить виноград муравьям Положи их под матрас, они истлеют, и пропадут Именно поэтому мы кладем деньги в банк Покупаем ценные бумаги Это страховка от инфляции И в девятнадцатом веке, когда золото ограничивало деньги Цены снижались Сотню лет Почти везде Все было компьютером Со временем все становилось лучше и дешевле Для нас это уже непостижимо Но так обстояло дело Когда деньги были ограничены Итак А в девятнадцатом веке вот что случилось Богачи? Не все богачи Но большинство из них стараются Приватизировать прибыль И обобществлять убытки, так? Ху, я заработал кучу денег Еее, все мое Да не вопрос, права на имущество Я не против Ху, я потерял деньги Где бы взять парочку налогоплательщиков? Или лучше даже их детей Даже еще нерожденных Они как раз не голосуют Отличный план И в девятнадцатом веке Люди клали деньги в банк Деньги зарабатывались от самого хранения Потому что цены снижались Так что люди несли деньги в банк Так Откуда банки берут проценты для выплат? У них же нет своих денег Только те, что вы им дали Они не занимаются бизнесом В том смысле, каком мы им занимаемся Так что банки сужают деньги Другим людям А те зарабатывают и Возвращают деньги банку А банк начисляет тебе проценты Это Отличная бизнес-модель Никаких вопросов Но В девятнадцатом веке Банк мог разориться Это естественно, да? Ты же сужаешь кучу денег Производителям Экипажей И вдруг Ууу, какой-то козёл изобрёл машину Блин Прощайте денежки Ты теряешь кучу денег А поскольку банки зарабатывают Один-два процента с каждой суды На каждый невозврат Должно приходиться от пятидесяти до ста возвратов Это очень рискованный бизнес Поэтому банки боролись за клиентов И старались предложить Повыше процент на депозит Каким образом? Ну, частичное банковское резервирование Люди будут драться, чтобы сесть рядом с тобой за столом Я разбираюсь в частичном банковском резервировании Хочешь со мной посидеть? Что ж, банки хотели предлагать больше процент Поэтому они сужали в N раз больше Например, у банка тонна золота Он сужает клиентам денег на 5 тонн И надеются, что закон больших чисел Всё подровняет и концы сойдутся И зачастую они сходились А иногда не сходились И тогда люди теряли деньги Они теряли деньги из-за жадности Хотели, чтобы банк сужал больше, чем у него Было по факту Когда банк оказывался банкротом Богачи теряли деньги Куда же они обращались? Алло, конгрессмен? Они обращались к государству Проблема в том, что государство — это игра с отрицательной суммой Государство, оно такое «Ну, я могу дать тебе 5 евро» А человек такой «Я люблю евро, давай» А государство говорит «Ну, прежде чем дать тебе 5 евро, мне нужно 10 евро налогами вперёд, если ты не против» А человек говорит «Что-то я вдруг передумал» «Не нравится мне эта сделка» Потому что если судил мужику 100 баксов, нужно со 100 человек получить по доллару налогов Это нужно собирать, кто-то не будет платить Нужна судебная система, коллекторы, налоговая служба Короче, игра с отрицательной суммой Одним кажется, что она того стоит Это совсем отдельный разговор После лекции я отвечу на вопросы из зала Но это игра с отрицательной суммой Если к тебе придёт толпа богачей, и каждый скажет «У меня банк накрылся, дай мне денег» Твой выход — поднять налоги у населения А оно этого не любит Когда количество денег в обороте ограничено золотом, правительство не может их взять и напечатать То есть, если ты хочешь перераспределить деньги, их нужно у кого-то забрать А люди этого не любят Поэтому правительства постоянно пытаются обогатить людей Пытаются преодолеть количество денег в обороте Вырваться из этой клетушки ограниченных денег А свобода правительства — это рабство народа А конференция у нас посвящена теме «Власть народу» Когда правительство свободно — народ в рабстве Когда правительство ограничено — тогда народ свободен А когда правительство может напечатать сколько угодно денег И когда правительство может создать В одной канадской провинции выпускают облигации на 75 лет Это значит «Дай мне деньги сейчас, а через 75 лет кто-нибудь их вернет» Я не представляю, кем нужно быть, чтобы считать, что это честно, справедливо, демократично Эти люди еще даже не родились, а уже должны Чтобы воровать у нерожденных нужны очень ловкие пальцы Но фиатная валюта это позволяет Ограничить деньги Значит ограничить политическую власть Короче, перед Первой мировой в Америке Был создан Федеральный резерв С уникальным правом создавать деньги Что технически Ну, эквивалентно фальшивомонетничеству Но в аналах власти это здравое фискальное решение Первая мировая Она началась под конец лета И все надеялись, что к Рождеству она закончится Почему? Потому что на дольше не хватило бы денег Война — вещь колоссально затратная А все предыдущие войны были сравнительно короткими и локализованными И в течение Первой мировой европейские правительства Одно за другим отказались от золотого стандарта Потому что у них кончилось золото Война и золото плохо сочетаются Война и ограниченные валюты плохо сочетаются А с фиатной валютой У тебя под рукой вечная людская мясорубка В которую знай себе подбрасывай Веди они войну при золотых валютах Она бы так и закончилась к Рождеству 14-го года И вдобавок 9 или 10 миллионов человек сохранили бы жизни Вот насколько серьезная вещь — деньги Деньги — это жизнь и смерть для миллионов Поэтому Общественные программы, созданные европейскими правительствами В 19-м веке, и Германия тут была первой, действовали всю Первую мировую войну Может быть слышали — оружие — это масло, выбирай Или военная экономика, или потребительские товары С фиатной валютой необходимость выбирать исчезает Вот тебе и общественные программы, и военная экономика, и всё оплачивается допечаткой денег Кто знает, к чему приводит печать денег? Что происходит с ценами? Кто не спит? Да, они растут Они растут Инфляция технически, согласно австрийским экономистам, которых я всем рекомендую почитать Инфляция — это увеличение денежной массы Рост цен — это всего лишь следствие И инфляции В Первой мировой Страны не отменяли общественные программы, ведя разърительную войну И ушли от золотого стандарта Первая мировая была ненужной войной Последовавшие экономические бедствия, отрыв денег от золота, аукаются до сих пор 1971 В Америке Работали чудесные общественные программы Линдона Джонсона и обходились в миллиарды долларов И велась война во Вьетнаме, которая, как и Первая мировая, была не нужна А власть что, обратилась к народу и спросила «Нам нужны деньги на войну, придётся программы отменять» Нет? Она отменила золотой стандарт, как это сделали европейские страны в Первую мировую Они отменяют золотой стандарт, чтобы не просить вас выбирать между Едой и смертью, между жизнью и убийством, между оружием и маслом Налоги в Америке тогда не выросли Они ведут войну с террором За всю историю мы добыли и переработали 174 тысячи тонн золота 174, запомните 174 Война с террором уже стоила 291 тысячу тонн золота Вторая мировая обошлась Америке, на которую не нападали и не бомбили Кроме Пёрл-Харбора В 15 раз дороже их запасов золота в Форт-Ноксе и Федеральном резерве В пересчёте на биткоины Война с терроризмом стоила в 500 раз больше, чем их предельное количество И в 1100 раз больше, чем их есть сейчас Как такое возможно? Как они ведут эти чудовищно разрушительные войны? Погибло больше миллиона иракцев, и ещё полтора миллиона стали беженцами А в Эль-Фалудже генетический ущерб, нанесённый населению нашим кошмарным оружием, настолько огромен, что по оценке антропологов и генетиков, население Фалуджи генетически уничтожено как минимум на поколение Как такое возможно? Это возможно, потому что деньги не ограничены Это возможно, потому что всего лишь один на тысячу, а то и на 10 тысяч, знает, что он потерял дом, потому что выступал за войну Они этого не знают и не проследят, им этого никто не объяснит Да и с какой стати объяснять это населению, если твой карман полнеет от милитаризма и политической власти? А когда правительство печатают деньги, им не нужно просить населения о рационализме или потребительских приоритетах Это же основа экономики, все человеческие желания бесконечны, все ресурсы ограничены Но с магией печатного пресса, с магией нажал на клавишу и сделал себе миллион Мы попадаем в сумасшедший мир бесконечного потенциала разрушения и убийства Поэтому пройдись, американская власть по домам граждан в 2003 году со словами «Слушайте, а Саддам же плохой мужик, да?» Все согласны, да, он очень плохой, зря мы его вооружили сами, но тем не менее он плохой Давайте объявим войну, народ говорит, я даже не знаю, власть говорит, ну нужно только по 75 тысяч долларов с каждой семьи Будьте добры и спасибо вам большое Сколько бы осталось воинственных? Оу, серьезно? 75 тысяч? Да ну фиг с ним, блаженные миротворцы Давайте найдем другой выход Программа ТАРП для банков-банкротов Эй, давайте выручим папочку военный доллар, а? Как вам затея? Супер! 2200 долларов с человека 4400 с каждого трудоустроенного Шалите нам свои денежки Серьезно? Нет, спасибо А они могут это вытворять, даже не консультируясь с народом, потому что Хоть они и не изобретали фотокопир, зато умеют им пользоваться, у правительства нет своих денег Биткоин По своей природе ограничен Нельзя создать биткоин Да, его можно намайнить Правительство не может напечатать биткоин Правительство При биткоиновой экономике Вынуждено обращаться к народу И спрашивать его волю Правительство реально будет тем, кем сейчас Он сейчас притворяется слугой народа И будет спрашивать народ Не голосованиями Голосования Голосуем мы только за людей, которых купили И за которых заплатили Кто стоит на подиуме на президентских дебатах Где-нибудь в Европе, в Америке, Южной Америке, Китае, где угодно Там стоит человек, которому хватило денег баллотироваться А где он взял деньги? От корпораций спонсоров И из вашего кармана И это не теория Это проверенная действительность При биткоиновой экономике Нельзя напечатать деньги для войны Нельзя напечатать деньги для тюремно-промышленного комплекса Нельзя напечатать деньги для войны с наркотиками Придется спросить мнение народа Война с наркотиками в Америке обходится Сотни миллиардов долларов в год По самым скромным оценкам Сотни миллиардов долларов в год А сколько людей Если бы их негодование по отношению к наркотикам было У, плохое растение Если бы их негодование оплачивал не печатный станок А собственный карман Сколько из них махнули бы на любителей Пинк Флойд Думаю, они бы успокоились Сколько народу ненавидят наркотики, но обожают сержанта Пеппера Поэтому биткоин — это шанс вернуть народу способность Разрешать и запрещать правительству его задумки Потому что интересная штука с обществом Придумаем мы что-то классное Кто-то говорит, правительство справится с этим лучше Ну ладно, раз правительство может лучше, пускай помогает И тут бац, мы в ситуации, когда правительство уже Обязано этим заниматься А потом вдруг только правительство имеет на это право Так мы теперь думаем о валюте Обязательно правительство Почему? Это совершенная аномалия В последний раз правительство так всецело управляло валютой В заключительные годы Римской империи Они довели инфляцию до того, что под конец В золотых монетах было всего по 2-3% золота Они пытались платить наемникам этим ложным золотом А наемники говорят Не, да это лажа Мы пойдем за золотом на Рим Они уничтожили римскую экономику За год обезлюдили Рим с полутора миллионов до 17 тысяч человек И цивилизации на долгое время пришел конец Когда правительство заведует денежной массой Эта масса растет как опухоль А затем сгорает Вместе с обществом Запомните, насколько это важно Биткоин же Нельзя украсть Ну Если оставить бумажник на скамейке в парке, его украдут Но с самой элементарной защитой Биткоин у вас не украдут Я недавно выступал на конференции в Техасе Общался с продавцами, которые вводят систему Что если с твоего кошелька идет оплата Тебе приходит СМС И ты вводишь код и подтверждаешь операцию Готово Украсть невозможно И так сейчас повсюду Распространению биткоина будет много сопротивления Но мне лично кажется, что это самое мирное из возможных революций в нашем мире Его называют интернетом сферы денег В том смысле, что это протокол под него Создаются программы, надстройки И этим занимаются тысячи разработчиков Но он лучше интернета Ничего себе заявочка, да? Он лучше интернета Потому что интернет не тормозил правительственный рост по всему миру Интернет не спас следующее поколение от бесконечной долговой кабалы Информация Дает людям власть Но эта власть не политическая Политическая власть Это монополия на применение силы на определенной территории Информация не останавливает пули Но когда нет денег, чтобы заплатить за пули Стрельба прекращается Война Слежка, как говорила девушка передо мной Долг Усиление фашизма Которое мы наблюдаем в западном мире Все это обусловлено деньгами Представьте себе футбольную игру, на которой за каждый выкрик нужно платить 5 евро Громкая получится игра Очень тихая Представьте, что наш примитивный, рептильный, кровожадный мозг Он у всех у нас такой, не пугайтесь Представьте, что наш примитивный, кровожадный, ксенофобный, дикарский, животный мозг Увидел врага Они плохие, они нам угрожают Не дай бог дымящийся ствол обернется ядерным грибом Что мешает этому мозгу поддерживать войну? Цена Нас тормозит цена Подумайте об экологическом истощении И экологическом разорении, которое с собой несет Постоянный рост денежной массы А сколько потребительства стимулирует тот факт, что деньги жгут дыру в кармане Буквально они тают, испаряются, они умирают в кармане Преврати их во что-то Преврати, купи Сколько потребительского спроса стимулирует приток лишних денег в систему А сколько богатства Настоящего, а не раздутого Настоящего богатства Сколько настоящего богатства не создается Я приведу небольшой пример и буду закругляться А вот и таймер Обычно, чтобы увезти меня со сцены, нужно 3-4 охранника Недавно было исследование, которое показало Крошечная поправка Если бы американское регулирование И контроль над экономикой Вмешательство в экономику Остались на уровне 1946 года Америка не была разоренной Анархической, постапокалиптической пустошью в 1946 году Было нормальное общество Если бы регулирование было так же незначительно в Америке Если бы его не усиливали То ВВП Америки Был бы не 15 триллионов долларов А 53 триллиона долларов Это цена, уплаченная в обмен на незначительное повышение Правительственного контроля Не было бы нищеты Забота о медицинском обслуживании Благотворительность помогала бы всем И не рождались бы в Америке Как сейчас Дети, которые уже должны 1,4 триллиона долларов Они за этот долг не голосовали Не выбирали Но всю жизнь будут его выплачивать Под ермом иностранной банковской олигархии Это Альтернативная вселенная Которую предлагает биткоин Поэтому я вас призываю Узнайте про биткоин Начните его советовать Да, это платформа Можно зарабатывать Технические ноу-хау Но я совершенно уверен Что это реальный шанс Спасти мир от будущего Которое нам сейчас грозит А оно, увы, чистая копия Заката Римской империи Когда изучаешь историю Ты кучу раз Видишь один и тот же фильм С разными костюмами Не тога Так пиджак А суть-то, блин, одна и та же С биткоином Мы можем остановить пленку И разорвать порочный круг Мы можем вернуть Власть народу Иисус, известный укоротитель Ростовщиков Иисус сказал Блаженные миротворцы А я говорю, нет Мы взыщем с милитаристов И тогда будет мир Большое всем спасибо Последние новости И все самое интересное Из мира биткоинов На сайте Битновости.ком